Дома в Мирненском микрорайоне Заречный вновь заливает неизвестно откуда взявшаяся вода. И это при том, что на дворе уже стоят морозы. Обращения граждан в разные инстанции проблемы не решили. Ответ один всему виной – подземные источники. Так ли это на самом деле, попыталась выяснить съемочная группа наших коллег. Так выглядят некоторые дороги в микрорайоне Заречный. Здесь машинам передвигаться не просто сложно, а даже опасно. Чтобы добраться до своего дома, местным жителям приходится объезжать такие места за несколько километров. Всему виной вода, которая заливает нижнюю часть микрорайона, а потом образует непролазные наледи. Все, уже зима легла, вода как текла и текла. И у нас происходит вечно наша дорога, объездная, которая подъедет к нам, к домам в поселке Заречный. Конечно, происходят вот такие вот наледи большие, где жители машины свои уничтожают. Просто людям пройти нельзя, гололед. И у нас такая проблема из года в год, именно в начале октября месяца. Виной всему мог бы стать прорыв теплотрассы. Но ответ из ресурсоснабжающей организации был однозначный. Микрорайон заливают грунтовые воды. Поверить в это местным жителям было сложно, ведь вода появляется даже зимой. Прояснил ситуацию старожил Геннадий Олейник, проходивший мимо в момент нашей съемки. Он и подтвердил, что вся возвышенность здесь пронизана подземными источниками. Здесь по всем улицам, я говорю, везде были ручьи. В свое время, еще в 87-м году, когда не Кузьмина, восточная, еще только все начиналось строиться, я говорю, вот самое. Здесь постоянно шли ручьи. Потом отсыпка их где-то задавили. Но все равно вода выход находит. Как здесь можно было разрешить индивидуальное строительство, непонятно. Скорее всего, виной лихие 90-е. В то время законы и правила соблюдали мало, делали, что хотели. Вот и заняли люди свободную землю. Неконтролируемая застройка нарушила ландшафт, а вместе с ним и естественные русла ручьев. Как помочь, чтобы нас больше не топило водой, чтобы мы не пилили дружбой канавы и не отводили воду от своего дома. Что-то же должно администрация просмотреть таких случаев. Нам вопрос единственный. Нам вода, конечно, не нужна. Потому что очень тяжелый случай. Каждый год, и это уже стало в традицию. Осень, весна, это нас пока не морозы, 40-градусные не ударят. Все ударили, все. Вода скапливается выше. Потом начинается март, начинается потепление, и вода начинает идти к нам. Вот и остается жителям улиц Заречной и Кузьмина уповать на городскую администрацию. Только чиновники сегодня могут решить этот вопрос, создав проект по водоотведению. В противном случае людям придется съезжать, так как одолеть этот природный фактор самостоятельно им явно не под силу.